В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ученики Лопатинской школы побывали на уроке мужества в Ленинском отделе вне ведомственной охраны. Ребята очень интересуют в основном оружие, я им рассказываю, как применять меры безопасности, вращение с оружием. Клуб «Ратник» провел военно-спортивную игру на свежем воздухе. Военно-историческая викторина, разборка-сборка автоматов, стрельба из пневматического оружия. Артисты народного театрального коллектива «ТВИД» представили зрителям спектакль «Теща на прокат». Комедия положений, фарс, «Теща на прокат». 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии Российской Федерации. В Ленинском отделе вне ведомственной охраны прошел урок мужества, посвященный этой дате. На занятия были приглашены ученики Лопатинской школы и наша съемочная группа. Урок мужества начался с просмотра фильма, рассказывающего об истории образования областного управления вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации и рабочих буднях сотрудников Ленинского отдела. Мы охраняем, во-первых, квартиры, коттеджи, объекты разной собственности. И также охраняем музей-заповедник Горки-Ленинский. Самой интересной частью занятия стало знакомство с основными видами оружия росгвардейцев. АК-74, АК-74У, ПМ, пистолет Макарова. Ребята очень интересуют в основном оружие, я им рассказываю, как применять меры безопасности вращения с оружием. Самые любознательные ребята под руководством инструктора попробовали разобрать и собрать автомат. Удивительно, что девочки наравне с мальчиками уверенно владеют навыками обращения с оружием. Мне очень интересно собирать и разбирать пистолеты, оружие, потому что я в детстве сама хотела работать военным врачом и заниматься этим. Я уже держала оружие, я уже была. Это очень интересно разбирать, собирать. Особенно, когда ты так быстро собираешь и разбираешь. Александра Листопадова – постоянная участница патриотических мероприятий. Признается, что ей очень интересна военная тема. Я уже была в лагере Бородино, и там мы тоже узнавали, как собирать оружие, как разбирать, и даже стреляли. Мы были на пробной стрельбе, можно сказать. И мне было очень интересно. Мы одевали закрытые костюмы, которые были похожи на листву. А свой профессиональный праздник многие сотрудники Росгвардии встретят на дежурстве, охраняя правопорядок в Ленинском городском округе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ. Уже много лет оборонно-спортивный клуб «Ратник» занимается патриотическим воспитанием молодежи. Традиционно на свежем воздухе проводятся военные игры. На одной из них побывал Дмитрий Книга. В Центральном парке города Видное состоялась военно-спортивная игра, организованная оборонно-спортивным клубом «Ратник». Главная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодежи. Это уже традиционные мероприятия. Мы проводим их и зимой, и весной, и летом. Но сегодня народу немножко поменьше. Игра посвящена здоровому образу жизни, можно сказать и так. Но вообще, конечно, у нас сейчас все патриотические мероприятия посвящены специальной военной операции на Украине, нашим землякам, которые там воюют. В играх принимали участие воспитанники «Ратника» и ребята из многодетных семей Ленинского городского округа. Всего около 50 человек. Шесть команд должны были пройти несколько этапов. За каждое успешное прохождение начислялись баллы и таким образом выявляли сильнейших. Военно-историческая викторина, разборка-сборка автоматов, стрельба из пневматического оружия, дальше веревочное заграждение и метание гранатов в цель. Вот. И перехождение условного болота. Здесь такие доточки. Нужно такое командное выполнение. На каждом испытании юных участников поддерживали их близкие. Они отметили, что все вместе, как ребята, так и взрослые, объединены общей идеей. Занятие «Ратники» посещает внук Виктора Нефедова. Когда я был на тренировке, их главный тренер сказал фразу, которая мне очень запомнилась, что это не секция, это клуб. Это военно-спортивный клуб. Но, наверное, поэтому он сюда и ходит. После прохождения основных этапов игры команды сразились между собой в лазертак. По итогам соревнований все участники получили памятные медали, а замерзнуть не позволил горячий чай с пирогами. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В старшекласснике 2-й и 10-й школ Видного посетили урок мужества в историко-культурном центре. На мероприятии под названием «Свет зажженной свечи» выступили рок-музыкант, регулярно дающий концерты в горячих точках Станислав Бартенев и сестра милосердия Светлана Слешина. Подробнее в нашем следующем сюжете. Уроки мужества в историко-культурном центре в Видном для школьников муниципалитета проходит уже второй год. Одним из организаторов таких духовно-патриотических встреч является Светлана Слешина, сестра милосердия и внучка дважды героя социалистического труда и первого председателя колхоза имени Ленина Ивана Буянова. Уже более 20 лет она помогает военным и срочникам. Служение вот этого года СВО, оно одно, оно в госпитале, главном госпитале имени академика Бурденко. Там мы служим нашему воинству, пациентам госпиталя, стараемся их поддержать, оказать духовную, моральную поддержку, подарки благодарные разносим. В этот раз на встречу со старшеклассниками второй и десятой школ Видного вместе со Светланой приехал музыкант. Основатель рок-группы «Если», волонтер, побывавший во множестве горячих точек Станислав Бартенев. Я в 90-х был и в Чечне, выступал перед солдатами. В 2014 году я был на Донбассе один из самых первых. Год назад был в Сирии. Станислав Бартенев рассказал собравшимся, что подчас приходилось выступать и без аппаратуры, и без электричества. Подсвет керосиновой лампы чуть ли не в чистом поле. Но искусство необходимое уместно везде, и в районном доме культуры, и в окопе на передовой. Особенно, если оно говорит о любви к Богу и людям. Я занимаюсь тем, что хочу себя как-то спасти. Если кто-то вот со мной тоже спасается, это тоже неплохо. А это может касаться и как и нашей веры, и безусловно, и даже на поле сражения это может происходить. Ребята с одинаковым вниманием слушали как рассказы героев встречи, так и лирические музыкальные композиции. «Научи нас, Господи, возлюбить, проконярска, если надо, то жизнь за него ложить». Мне очень понравился концерт, он очень душевный, он очень теплый, заряжает такой некоторой созидательной энергией и мотивирует как-то развиваться, делать что-то для Родины. Очень приятные мелодии. А по поводу текстов очень актуальные темы, которые важно обсуждать вот в данный момент. Все понравилось. Очень хорошая атмосфера, еще и с классом. Привлечение молодежи к доброделанию. Чтобы наша молодежь, она проснулась, если она спит, очень не хотелось бы, чтобы она спала и по-прежнему сидела в телефонах, потому что во время Грозное все-таки надо жить по-другому. И вот эту другую жизнь мы им пытаемся показать, где люди не за деньги, не для славы, а ради любви к ближнему. Такие духовно-патриотические встречи со школьниками муниципалитета историко-культурный центр совместно с волонтерами планируют проводить и в дальнейшем. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Главная премьера весны во Дворце культуры Видное. Артисты народного театрального коллектива ТВИТ представили зрителям спектакль «Теща на прокат». Персонажи типичной комедии положений попадают в курьезные ситуации и с юмором выходят из них. От души посмеялась и зарядилась хорошим настроением и наш корреспондент Галина Житкова. Ну вы, конечно же, конечно же, нас узнали. Нас, актеров Красноказарменного, народного театра имени. Такого имени, имени. Я бы ждал памяти. Памяти нашего незаметного ленинского комсомола. Самые любимые, самые народные твидовцы один, а то и два раза в сезон радуют своих дорогих зрителей, поклонников премьерными спектаклями. Весна 2023-го – очень удачное время для первого представления. Аншлаг точно обеспечен. Повеселить мы решили народ в наше, так сказать, непростое и грустное время. Просто, чтобы отдохнули, посмеялись. Комедия положений, фарс. Теща на прокат. Все действие спектакля строится на таком обычном желании почти уже 40-летней Ниночке выйти замуж. Будущему Женечка хочет познакомиться с мамой, а она сидит в тюрьме из-за того, что побила любовницу мужа. И будущая невеста нанимает актера на эту роль. Можете сыграть мою мать? Твою мать? Ну да, перед одним человеком. Доченька, я все, я все для тебя сделал. Неужели ты? Пожалеешь, этих несчастных 15 тысяч для вторых больных раздитых простатитом матери? Центральная фигура спектакля Галина Ивановна, псевдомама Ниночки. Этот персонаж держит внимание зрителя на протяжении всего премьерного показа. Артисту Олегу Федорову приходится демонстрировать весь диапазон эмоций. От искрометного юмора до философских изречений. В этом спектакле у меня две роли, можно сказать. Одна совсем маленькая, вторая чуть-чуть побольше. И думаю, что некоторые зрители, надеюсь, увидят в этом образе кого-то, самих себя. Актриса театрального коллектива Твит Елена Столярова говорит, что драму играть тяжелее. А вот комедия положений это больше настроения. Ты заряжаешься, ты попадаешь в атмосферу шуток, юмора, веселья и отклик от зала. Играю я Аллу Аркадьевну. Роль второстепенная, но очень интересная, очень характерная. Ну, все как я люблю. Также в спектакле задействованы Елена Рогозянская, Олег Садовский, Валентина Бондрева и Кирилл Музалевский. 8 апреля актеры приглашают всех, кто еще хотел бы увидеть тещу на прокат, на второй показ. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова